на полную катушку именно китайки у него там и розовые какие-то и красные и синие видимо это красный шар там еще до много каких это вот на севере растут богуча на могу так у нас я заметил даже горах где каждый год за 40 ежегодно порношение горах там снега страшный выпадает высокий по два два с половиной метра это я тебе отвечаю потому что думаешь ты за то что под снегом я сам джунгарского лота уродом да и там до 14 лет жил вот все яблоки происхождение считает оттуда во и вот кстати яблоко заилийской вот там есть джунгарские лота у следующие это хребты заилийский а вот заилийская оттуда происхождением яблоко вот такой по вкусу я слышал про него якобы этот наши про про яблоко про возможно но там еще есть и дикие прочее тогда давай так ты отказался от прививки на вообще принципиально привать на китайку который считается я не договорил перед давай дело в том что любая китайка дает страшную поросль вегетативно корни ползут и такая шелуха всходит по всему саду на абрикосе нет ты только из-за этого перешел из-за этого а получилось по случайно получилось что ты использовал сорт он стал вкуснее дело в том что это помимо меня еще на сегодняшний день тоторов володя ой замечательно на это самый на абрикосы а про это первый раз слышу у него прекрасные сливы прекрасные абрикосы много сортов слив очень много он у нас не грех обратить я я даже не пытаюсь с ним соревноваться вот через у меня то есть у него там до полста сортов слив было вот и без конца это слушай это почти последний из магикан ужас так нас мало стало федоренко умер бородич умер федоренко это не знал не знал уже года два я снимал спокойненько такой вот такой специалист михаил михаил и он тоже насколько он такой же как ему да ну вот бороды что-то старше ладно короче привил на абрикос испортил сорт он стал слаще и по-моему цвет немножко поменял да я бы не сказал он все равно довольно нет погоди это тебе хочу угостить ну давай лучше в гараж зайдем там это я вчера снимал на ощупь которые мягкие ладно пойдем так идем мимо персиков если бы ты знал как меня достались с этими с косточками а урожай это нет у меня штук 20 есть в этом году ну не говори не тут слух ты что дело в том что смотри видишь какие прекрасные побеги вот тоже можно где-то ну штук до полста с него срезать но у меня в этом году будет полсотни побегов персик этот прививается очень легко на сливу но тебе это объяснять не надо вот на ту же китайку на любую сливу великолепно прививается вот даже на вылочную вишню да и на вылочную вишню вот там у меня такими есть такая есть они кстати миниатюрники становятся ну а вот эту я уже собрал уже посушил это твоя это опять же розовая венгер очка а это остались только деревянные которые пользуются созреют ну тоже стало сладко вот здорово деревянненькой на ты же ее любил чтобы она это сахар хрустела да тоже привиты на этом на абрикосе имею ввиду вот смотри вот зона прививки самые поразительные слива на абрикосе перерастает видишь насколько абрикос да и не должно быть такого как не должно абрикос всегда мощнее слива я так тоже думал а теперь иди сюда книгу почему у меня тут постоянно одна подпорка такая мощная вот эту сливу я привил в нарушение всех законов очень высоко видишь сантиметров на 30 на пожалуйста вот абрикос кто не может приблизить вон абрикос так абрикос то у тебя какой сорт подвой десертный который ты боя называешь да но дело в том что он не такой уж и рослый это манджой из тот гигант допустим рыжик вот он ему в семь лет смотри какой стволик да уж не говоря снейший который абрикос у нас да я его режу безбожно кстати тоже побегов немерено так что его я тоже могу предложить на материал на прививочный а вот венгерки к сожалению ну посмотри видишь штук 56 где-то на каждом дереве потому что очень объемный урожай был но мощный прям ты же снимал видел а когда мощный урожай побеги медленно растут мало прирост малый да на макушках вон они есть хорошие так ладно значит уточню для наших зрителей мы по моим наблюдениям у нас вообще два два больших вида слив это оренклоды и венгерки 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 продолговато оренклоды круглые так вот оренклоды не идут на абрикос я уже обжегся согласно ну по крайней мере то есть если мы будем продавать черенки да конечно тоторов тоже подтверждает что не все как он выражается домашние сливы говорит вот эти европейские сливы иначе называется домашними не все домашние сливы прививается на абрикос говорит редкое явление а вот венгерки как это лучше чем абрикос на абрикосе слушай и чернослив не лучше но не хуже не хуже у меня там чернослив да и чернослив привит на абрикосе у меня же ни одного побега посмотри нигде этого мусора сравнение как это вишню не сливаю вырезать ладно знаешь что пожелать фильм вот эти уж не выдержу я же все-таки с украины или откуда почему не замерзли черешни потому что это я выписывал специально щелябинского питомника какого сейчас скажу похоже россии так вот или подожди да сады россии и подбирал по каталогу их нему точно дорасти там несколько питомник а что еще какой там есть сады урала сады помнишь я тебе каталог давал это их ниже а ну 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 точно их не их не дядь это так хорошо оттуда час отчета выписывал пытался 1 2 этот был у меня приболел они должны были замерзнуть мне ты не знаешь подробности на что привит понятия не имею но факт тот что они не должны были замерзнуть потому что там указание было до 30 градусов гарантию даю